В Славянском районе любят спорт. Больше 50% жителей с удовольствием посвящает свое время занятиям физической культурой. Особый интерес вызывает конный спорт. Для занятий им в районе создана отличная спортивная база. Работает спортивная школа Олимпийского резерва «Изумруд», в которой занимается более 150 воспитанников. Для них, а также гостей из других районов, на базе школы вот уже несколько лет подряд проводится открытое первенство района по конкуру «Золотая подкова». С подробностями мои коллеги. Открытое первенство по конкуру «Золотая подкова» – это хорошо известные и пользующиеся большой популярностью соревнования. В них принимают участие лучшие наездники со всего края. Встречаем участников соревнований. В соревнованиях принимают участие более 35 спортивных пар из города Краснодара, города Тихорецка, города Крымска, Красноармейского, Калининского районов. Славянский район представлен тремя поселениями. Участников соревнований поприветствовал заместитель главы Славянского района, куратор конного спорта Евгений Письмак. Мы рады вас приветствовать на открытии «Золотой подковы» в городе Славянске на Кубани. В Славянском районе, во всех поселениях в городе уделяется большое внимание развитию всех видов спорта, а также конному. Поэтому хочу, чтобы все присутствующие получили положительные эмоции, чтобы были довольны, насладились вот этим видом этого прекрасного вида спорта. Ну а участникам желаю, пускай победит сильнейший. Конкуру по-другому еще называют барьерные скачки. Суть этих конных состязаний состоит в том, что лошадь вместе с ездоком за максимально короткое время преодолевает определенное количество препятствий и барьеров, расположенных по полю. Причем сделать это надо не только быстро, но и качественно. То есть не задеть ни один из них. В числе первых в этот день выступала наездница из Тихорецка Наталья Лебеденко. Конным спортом девушка занимается больше двух лет. В паре с кобылой Лефорта и работает уже год. Однако полного взаимопонимания со своей напарницей достигнуть пока не удалось. Кобыла сложная, не сказать, что легкая. А в чем сложности? Ну, такая нервная, вспыльчивая, очень эмоциональная, можно сказать так. Ну и как ты будешь с ней управляться? Какой у тебя подход к ней? Ну, через ласку, добротой только. В первенстве Славянского района Наталья уже участвовала. Удавалось занимать призовые места. Вот и в этот раз настрой боевой. Здесь очень гостеприимно всех встречают. Грун здесь очень хороший, все здесь очень нравится. Мы приехали сюда за победой, только за победой. Наши, с Лефорта, мы как бы все сможем, у нас все получится. Участникам Славянского первенства необходимо было преодолеть 10 препятствий. Высота барьеров от 90 до 120 сантиметров. В зависимости от класса выступающего спортсмена. За падение препятствия или неповиновение лошади начисляются штрафные баллы. Максимальное время, отведенное для прохождения дистанции, 90 секунд. Славянская спортсменка Виктория Зверева задачей справилась менее чем за минуту и была очень довольна результатом. Я первый раз выступаю. И на самом деле мне настраивали, что я не пройду. Потому что на тренировках были плохие результаты. Но сегодня я проснулась утром, сказала, что я настроена на победу. И выехала с них, отряхнулась, сказала, все, я выиграю. Ну вот так получилось. Но на пятом я думала, я сбила. И я уже, когда прошла маршрут, я расплакалась. Но потом, когда я услышала хлопки и обернулась, я ничего не сбила. И я очень рада. Благодарю тренера, сколько со мной занимался. Просто самое лучшее. Несмотря на хороший результат, победить Виктории не удалось. Но славянцы в этот день не остались без наград. По итогам первого этапа, восьмого открытого первенства по конкуру, в копилке достижений славянских спортсменов. Две золотые медали, одна серебряная и три бронзовых. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».